МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все лучшее к кому. Жители многоэтажки в центре города не могут поделить придомовую площадку. В первую очередь, может быть, у него собственный стояк забьется. О бытовом свинстве и системе фильтрации. Открытый урок студентам-химикам дали работники очистных сооружений. Пирожное не покрылось, а разлилось все. Это был большой косяк. Адская кухня по-благовещенски. Студенты колледжа издают экзамены по стандартам WorldSkills. Голос? 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 Неусидчивые, внимательные, строптивые. Кинологи таможни представили хвостатых коллег. Спасите наших детей от произвола автовладельцев. С таким криком о помощи в администрацию Благовещенской и редакцию нашей телекомпании обратилась жительница одного из многоквартирных домов. Она утверждает, что совет многоэтажки не считается с мнением большинства. В проблеме разбиралась Мария Селезнева. Коля, сделаем площадку детям играть. Пускай играют. Им такая радость будет. Будут с этого дома приходить, с этого дома будут приходить. А где они там играть? Ты думаешь, ладно, площадка, вот она футбольная. Хватит им играть. А там что? Конфликт длиною в неделю жильцов многоэтажки на Калинино разделил на два лагеря. Причиной стала автопарковка, точнее ее строительство во дворе. 120 квадратов по два десятка машин рабочие отрезали от детской площадки. Откуда, на каком основании? Пошла к старшей подъезда к нашему. Ну и что это еще три года назад, говорит, решали? Кто решал, когда, не знаю. Первый раз об этом слышали. И потом деньги общие дома. Почему на каких-то 5-6 машин мы должны их тратить? Ошибка застройщика или умысел, но внутридворовый проезд, рассказывает подрядчик, был спроектирован уже, чем предписывает тормотив. 4 метра вместо 4-х 40-ка. А живет в доме 192 семьи. Авто есть у каждой второй. Я живу здесь два года. Купили мы квартиру. Значит, проблема основная – это узкая проезжая часть, где невозможно разъехаться двум машинам. То есть и скорой помощи проблематично, и жителям дома нет мест парковаться. То есть хорошо, что расширили проезжую часть и сделали вот этот вот пятачок парковки. Думаю, облегчит нам жизнь. В перепланировку двора в этом году жильцы вложили 900 тысяч рублей – средства, заработанные рекламой на фасадах дома. Одна часть действительно ушла на обустройство парковочного кармана. Вторая, причем согласно смете, большая – на заливку футбольного поля с мягким нетравматичным покрытием. Выполнены подготовительные работы. Уже происходит заливка бетона под финишное подкрытие, установка забора. Высыхание бетона от двух до трех недель планируем. Потом наливное бесшовное покрытие резиновой крошки. План реконструкции придомовой территории, рассказала по телефону старшие многоэтажки, обсуждали в январе 2016-го. За проголосовали 55% собственников. Еще процентов 20 от дискуссии самоустранились. Рассудить спор призвали специалистов управления ЖКХ. По улице Калинина, 61 мы провели свою проверку, по результатам которой выяснили, что действительно имеется протокол общего собрания собственников помещения данного многоквартирного дома, на котором принято решение именно по обустройству автопарковки. Все собственники, оставшиеся, должны подчиниться решению общего собрания. Официально конфликт исчерпан, однако вторая его волна наверняка впереди. В проекте реконструкции двора заложена вторая парковка, делать которую начнут, видимо, следующим летом. Не все благовещенцы умеют пользоваться канализацией. Так считают сотрудники очистных сооружений. Своими профессиональными горестями и радостями в четверг они делились со студентами БГПУ. Химиками, что тоже смогут стать очистителями воды. Что рискуют в ней обнаружить, расскажет наш корреспондент. Затем, как течет вода, можно наблюдать бесконечно. С этой английской пословицей студенты согласны не вполне. Жидкость в очистных сооружениях зловонно пахнет, а ведь поступает прямо из жилых домов. Системой очистки Ренат Ниталиев был знаком по компьютерным играм, симуляторам строительства городов. В реальности запах хуже, но не процесс. Система не сложная, но она в плане оборудования, там всякие установки довольно сложные местами, ну так, ну и в лаборатории там. А принцип, по которому работает, то он не сильно сложный, просто вода фильтруется, там сверху снимается, а потом еще фильтруется сам, ну, сама толще. Понятно любому студенту, фильтруется вода в шесть этапов. Сначала песколовка отделяет тяжелые вещества, потом вода отстаивается. В мембранной установке ее избавят от бытового мусора. В аэротенках потеряет органические отходы. На счету второй отстой и обеззараживание. Оставшиеся бактерии на финальном этапе раньше убивали хлором. Теперь очистительный раствор получают электролизом соленой воды. Полный процесс очистки занимает восемь часов. Чистая вода по трубам уйдет в амур. Весь собранный мусор поступит на полигон бытовых отходов. И его немало. Пакеты, предметы гигиены и даже стеклянные банки. Технологи уверены, культуры пользования канализацией у горожан просто нет. Я не знаю, о чем думает человек. В первую очередь, может быть, у него собственный стояк забьется, и все это выльется им в квартиру. Об этом никто не думает. Забивается. У нас вот приезжает, сбрасывает же. У нас все чистят, которые канализационная сеть. Тоже очень много. Очень много тряпок. Избавляются от них за одни только сутки 53 тысячи кубометров воды. Меньше, чем пару лет назад, когда счетчики еще стояли не у всех. Продолжит нашу программу рубрика «Вопрос недели». Сегодня ее гостем стала мэр областной столицы Валентина Калита. Какой вопрос городоначальнику задали родители в Благовещенске, расскажет Александр Воронин. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире «Вопрос недели», где мы обсуждаем актуальные для столицы Преамурья темы. Сколько медалистов будет в этом году? На вопрос родителей ответит мэр Благовещенска Валентина Калита. Валентина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Ну, очень приятный вопрос. Подводя итоги года, мы, конечно же, говорим сегодня о наших ребятах. Необыкновенный случай. Очень приятно, что в этом году это рекордное количество ребят. В этом году их будет 165. Я просто говорю о том, что если у нас в 2015 году было 83, в прошлом году мы говорили о рекорде 119, а в этом году уже 165. Из них 147 ребят – это которые заканчивают наши муниципальные школы. Остальные ребята – это у нас еще лицей АМГУ, лицей педуниверситета, кадеты наши и частная школа. То есть это вот ребята, которые учатся в разных видах образовательных учреждений города Благовещенска. Это радует, потому что, наверное, все-таки интерес к знаниям сохраняется, увеличивается. И если посмотреть, как дальше распорядились своей судьбой ребята прошлого года, 82% выпускников школ города Благовещенска в прошлом году поступили в вузы Российской Федерации, в том числе в вузы города Благовещенска, центральной, европейской части России и Дальнего Востока. Такой рекордный результат в этом году, в том числе связанный с тем, что дети ориентированы на обучение в высших учебных заведениях. Совершенно с вами согласна, поскольку получается, что ребята, которые приходят в 10-11 класс, это те ребята, как показывают итоги, ориентированы на получение высшего образования прежде всего. И если они выходят уже на конкретную, как говорится, финишную прямую, и понимают, кем они хотят быть уже на будущее, они выбирают уже профильные классы, которые позволяют им в перспективе успешнее быть в профессии. И сегодня в школах города созданы такие условия, фактически на любой вкус, на любую направленность. Это и химико-биологические, и математические, и медицинские, и юридические. И практически сегодня ребенок может выбрать, что ему важно в будущем. Очень интересна социология, то есть многие выбирают эти направления социальные, экономические. То есть есть все. Последнее время радует, что появились направления, связанные с большей точными науками. Гуманитарные науки всегда были популярны в городе Благовещенске. Если мы уж говорим о медалистах, то нельзя не поговорить о едином государственном экзамене. Как благовещенские школьники сдают в этом году? Еще рано говорить об итогах, потому что последние итоги еще неизвестны. Еще есть возможность пересдать у тех, у кого были проблемы. Есть возможность пересдать немножко позже. Как пример просто скажу, что шесть ребят в Амурской области получили самые высокие баллы по математике. Все шесть — это выпускники города Благовещенска. Это, я считаю, хорошо, поскольку к математике в последнее время было очень много внимания, было много к этому предмету, наверное, предъявлено высоких требований. И знания по математике сегодня у ребят становятся более качественными. И сегодня с волнением родители, дети, учителя смотрят и ждут итогов всех экзаменов. И мы реально понимаем, что это стресс экзамены. ЕГЭ — это очень серьезное испытание. И я бы даже сказала больше, наверное, моральное и психологическое испытание. И для родителей, и для ребят, и для педагогов. И я бы хотела сегодня, пользуясь случаем, всех поздравить все-таки с завершением этого учебного года, с преодолением тех препятствий, которые были на пути освоения новых знаний. Поздравить всех тех, кто дошел успешно до завершения. Поддержать всех тех, кто еще доберет сейчас в эти дни, еще что-то, возможно, придется переиздавать. И это не самое страшное в этой жизни, поскольку надо просто собраться и преодолеть. И я хочу пожелать родителям мужества, выдержки, терпения, а ребятам просто веры в себя. Просто верить в себя и идти смело по жизни. И все получится. Валентина Сергеевна, спасибо вам за добрые, прекрасные слова. Будем надеяться, что в следующем году выпускникам мы будем говорить их же. А нашим телезрителям я напоминаю, задать свой вопрос городским властям может каждый на аккаунте администрации Благовещенского в Инстаграм, написав письмо по электронной почте в телекомпанию «Город» или просто позвонив нам по телефону. Это был «Вопрос недели». Всего вам доброго и до встречи. И к другим темам. Мостики через реку Бурхановку, возможно, переживут серьезную реконструкцию. Как и водоотводные трубы рядом с ней. Необходимости план работы еще предстоит уточнить. На проведение обследования участка после обильных ливней настаивает мэр областной столицы Валентина Калита. Вместе с ней у речки побывала Кристина Коширина. Живая, бурная, непокорная. Этим эпитетом Бурхановка сегодня соответствует на все 100. Настолько полноводной в последний раз она была в 2013 году. Тогда Благовещенск переживал наводнение. Субботний ливень стал самым сильным за 104 года. В городе выпало 85,6 мм осадков. На выходных вода в районе улицы Пролетарской поднималась до середины кустов. Уровень можно отследить по листьям. Водопропускные трубы просто не справились с нагрузкой. В 70-х годах, когда проектировали эти мосты, климатические условия в регионе были иными. Пять лет назад на одном из участков реки по правой стороне Пролетарской специалисты заменили коммуникации. Пропускную способность обеспечила труба большего диаметра. Она служит компенсационным пропуском воды в случае переполнения уровня, обычного стандартного уровня. Это помогло, она работает. И в 16 числа эта труба работала, этот мост работал, я скажу так, на отличном. Вся вода, которая проходила, он ее пропускал без задержек. Существенную роль в застое воды играет также безалаберность горожан. В Бурхановку бросают пластиковые бутылки, пакеты и даже автомобильные шины. Силами коммунальщиков и участников общегородских субботников русло очищают регулярно. Но полноводия в рекордно обильные ливни этими мерами, конечно, не избежать. Выяснить, на каких участках стоит менять водоотводные коммуникации, еще предстоит. Естественно, мы сейчас будем обращаться к исполняющим обязанностям губернатора вместе. И вместе с министерством, я думаю, здесь будем предлагать конкретное решение для того, чтобы провести плановое обследование очень быстро и оперативно. И текущие проблемы, конечно, мы сейчас решаем. То есть то, что можно где-то почистить и что-то убрать силами, которыми мы располагаем, это делается уже сегодня. Но горожан все же настоятельно просят относиться к водоему бережнее. От этого зависит благополучие сразу нескольких районов. Вся страна в пятницу чтила память павших в Великой Отечественной войне. 78 лет назад гитлеровские войска обрушили свою мощь на Советский Союз. На фронт призвали 100 тысяч амурчан. Отдать им дань уважения в 4 утра решили первые лица, общественники и рядовые горожане. Две с половиной сотни человек зажгли свечи на площади Победы. Почему в 4 утра? Война начала в 4 утра. И все, кто участвует здесь, они, приходя сюда утром, как будто бы оказывается в предвоенном утре того далекого 41-го года, 22 июня. Чтобы почувствовать, я бы сказал, кожей, что же такое был предрассветный страшный день, 22 июня. Я рад, именно рад тому, что я живу благодаря тем, кто находится в памяти у нас, те, кто высечен на данной гранитной плите. Здесь высечен один родственник моего отца и два родных брата. Чувства, как бы, тревоги, радости и горести, они переплетаются. Если честно, нам, молодежи, даже очень страшно представить все то, что испытывали наши жители и все то, что предстояло им пережить. Наша священная задача, как молодежи, не только пропагандировать участие в этой акции, участвовать самим, но и постоянно поддерживать все те традиции, все эти ценности, которые передали нам наши предки. Итальянские равиоли и донские зразы в пятницу готовили студенты. В Амурском колледже сервиса и торговли впервые прошел демонстрационный экзамен, когда педагогам показывают не только блюда, весь процесс готовки. Причем по всем стандартам WorldSkills. Некоторых поваров сложность заданий заставила рыдать. Что им сулят трудовые будни, расскажет Кристина Слепцова. Слезами горю не поможешь. Да и блюду тоже. Колледж на три часа превратился в ТВ-шоу «Адская кухня». Нервы будущих поваров сдали. Вместо рассольника и борща пришлось готовить ресторанные блюда. Одновременно мариновать, запекать и варить. Смешать для соуса сметану с морковью дело двух минут. На весь дуэт из курицы нужно 40. Рецепт горячей закуски из птицы с маринованными овощами Сара Арутюнян знает наизусть, но все же боится ошибиться. Даже блюдо, что готовит каждый день, случается, переделывает. На работе мы делаем мусовые пирожные. И сверху, с чем мы поливаем, нужно довести до температуры 36 градусов. И один раз я не довела до этой температуры, и пирожное не покрылось, а разлилось все. Ну, это был большой косяк. Сегодня ошибаться нельзя. Следят две группы педагогов-экспертов. Объективные оценивали технологию готовки. Субъективные – вкус. Не зная при этом, кто готовил блюда. Снял пробу и директор комбината школьного питания. Позже возьмет на работу кого-то из поваров. Тех, кто умеет не только готовить. Наше предприятие очень специфичное. Мы кормим детей. И, наверное, наряду с его мастерством, я имею в виду с мастерством повара, здесь, наверное, самое главное – должна быть ответственность. Ну и, наверное, любить детей. Это вот одно из главных. Для самих студентов важно заработать. Профессию Минтрут поставил на 17-е место в списке самых востребованных в стране. Педагоги колледжа считают, можно получать по 200 тысяч в месяц. Минусы тоже есть. Лишние килограммы набирают почти все. Как видите, большинство. Потому что повар обязан пробовать то, что он приготовит. Поэтому здесь о диетах нет, конечно, никакой речи. Но все равно повара-люди, они подвержены каким-то веяниям. Сейчас очень модно включать большое количество блюд из овощей, какие-то диетические блюда. Сегодняшний конкурс выдержали 24 повара. Альма-Матер в этом году покинут больше 70-ти. Будут готовить в самых разных местах. Открыть свой ресторан пока мечтает каждый. В четверг свой профессиональный праздник отметили укротители хвостатых. Не рядовые дрессировщики, а те, кто воспитывает охранников наших рубежей – кинологи. На благо Амурской таможни они трудятся 10 лет. Их воспитанников при этом год от года больше не становится. Сколько их и послушны ли, расскажет наш корреспондент. Голос. Голос. Бойкий характер мешает веге сидеть спокойно. Команда кинолога четырехлетней Спанель буквально бросается выполнять. Причем любые. Захоронку в одном из ящиков может найти за секунды. Реже тратит на это минуту. А ведь в находке только запах и нет запрещенных веществ. Метатор наркотического средства каннабис. На такую службу обычно берут лабрадоров, бельгийских и немецких овчарок. Активных, дрессируемых нюхачей. Вега – единственный в штате Спаниель. Причем своенравный. Может захотеть общения и тут же уйти. Но есть и положительные черты. Вот у нее такая отличительная черта характера есть. Она очень любознательная сама по себе. И когда вот ее только-только первое время начал не то что работать, а просто ходить там по пункту пропуска. Видит чемодан, там выехал, допустим, по сканеру, и просто бежит. Не знаю, что ни одной команды, ни одного запаха. Просто бежит по нюху, что там, что это такое. Всего на Благовещенской таможне работает 10 собак. Этого хватает. Штат поисковиков не будут пополнять. Псы приучены к большому потоку людей. Помогают раскрывать до сотни преступлений в год. Находят наркотики, оружие, незадекларированную валюту. Но чаще всего останки зверей. Конечно же, каждый год у нас присутствуют крупные задержания. Это дериваты, фрагменты диких животных. А в текущем году нами была задержана гражданка КНР, которая пыталась вывести 173 фрагмента бивни мамонта. Это 8 килограммов. Вот также с помощью наших специалистов-кинологов мы смогли выявить данный факт. Награждают псов лакомством и лаской. При наличии таланта они могут стать поисковиком всего за три месяца. Отдают службе потом долгие 8 лет. После уходят на пенсию. Как правило, к кинологу домой. Завершит эфир наша традиционная рубрика «Седьмой лепесток». Сегодня мы посвятили ее Полине Алексеевой. На вид она совершенно обычная трехлетняя девочка. И только родители знают о серьезном недуге, что может испортить Поле всю жизнь. Справиться с ним в одиночку семья не в силах. Какая помощь нужна, расскажем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Любит кататься с горки, резвиться в бассейне с пластиковыми шариками. Но больше всего ходить в детский сад и рисовать. Я рисую песочек. Я рисую даже человечка и солнце. С самого рождения Полиночки мы отращиваем волосики, чтобы прятать наши маленькие ушки от посторонних глаз и лишних вопросов. У такого у нас маленького ушка прячется. То, что девочка родилась с неразвитым ушком, для семьи стало шоком. Беременность протекала спокойно, результаты УЗИ не пугали. Но сразу после первого крика Полины врачи обнаружили у нее деформированную ушную раковину. Позже отсутствие слухового прохода. При диагнозе правосторонней отрезия слухового прохода, микротия третьей степени, у детей неправильно формируется речь, страдает концентрация внимания. Последнее у малышки родные отмечают. Полина не всегда слышит сигнал автомобиля или лай собаки. Это становится опасным. Она бывает не очень внимательна из-за этого, потому что я так понимаю, что она не до конца все-таки слышит одну сторону уха. Если в одну сторону ей говорить, она хорошо понимает, то в другую как-то она прислушивается. Бывает так, что зовешь, не дозовешься. То есть бывают такие моменты. Исправить проблему могут американские врачи. В клинике доктора Райниша ушную раковину восстанавливают с помощью сертифицированного полиэтиленового материала «Медпор». Даже малышам с трех лет. Рамка из «Медпора» покрывается собственными тканями пациента. Одновременно медики формируют слуховой проход. Слышать ребенок начинает на второй день после операции. Мы в Москве показали все результаты наших обследований американских врачам. И нам поставили 9 баллов из 10 на успешность операции. И Полиночка стала кандидатом на проведение этой операции. Это 100%, почти 100%, слухолучающая операция. Что после нее ребенок слышит почти 100%. Операция Полины назначена на 19 июня 2019 года. Но ляжет на операционный стол девочка только в случае полной оплаты счетов. Самостоятельно собрать нужную сумму. 5,5 миллионов рублей. Родственники не в силах. Свои сбережения 300 тысяч семья потратила на бронирование места в клинике. Помочь малышке справиться с заболеванием можете вы. Реквизиты для перечисления средств на ваших экранах и на нашем сайте. На этом подведем черту. О самых ярких событиях грядущих дней поговорим ровно через неделю. А обзор событий каждого дня смотрите в привычное время. Я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин